Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной крови, ты и я, именем Перуна, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Феномен Михаила Задорнова. Вот, казалось бы, простой сатирик, юморист и так далее, но вскрыл планы мировой капиталистической закулисы просто вот так, на раз-два, так по щелчку, пум! В виде юмора, в виде каких-то там эмпозантных таких выражений и прочее. Вот один из примеров. Про масочку, да, как у нас есть на нашем канале в сообществе, да, то есть вы видели диаметр марли, то есть дырки в марли и размер бируса. Боже мой, какие лохи, то есть он про лохи, ну, понятное дело, то есть и получилось, получилось у мировой закулисы сделать людей лохами. Или лохами, как там правильно, ну, умники, пишите в комментарии, как обычно. Получилось, получилось под видом какой-то там страшной, дескать, эпидемии и прочее. Хотя у нас тут в Киеве мы собирали, ну, не мы, юристы занимались моментом. Дайте нам, пожалуйста, бумажку о том, что вирус SARS-CoV-2, он ясной, он есть там в лабораториях выявлен, что ПЦР-тесты выявляют этот вирус. И есть бумажки с печатью, правда, не от главы, а от зама Министерства здравоохранения Украины, или как-то так оно, МОЗ, вот что-то так оно как-то называется, где этот SARS, он не выявлен. Вот так, ну, вот есть такие бумажки, там, Павлюченко занимался этими сборами, и в итоге, а, ничего, а мы не знаем, а мы не убежать и так далее. Ну, как бы, разводилово удачное, денег заработали, пластика сделали еще больше, и себе по голове буржуи получили. Далее, вот Михаил Задорнов, он вообще-то популярен тем, что говорил, ну, тупые, вроде когда, подразумевая под этим американцев, как раз-таки, за это ему закрыли туда доступ, я не помню, или в начале 2000-х годов было это, или когда. Да, но он, что имел в виду, он указывал всегда на образование, как образовываются там, на странах Запада. И потом он говорит, что нас делают еще более тупыми, как бы, чем они, что мы еще хуже стали, потому что мы начали им подражать. Он там приводил пример, например, едет в маршрутке бабушка, женщина с ребенком, и ребенок ее там, бабушку эту стукает что-то там в кресло. Бабушка говорит, ну, слушайте, уймите своего сына, пожалуйста, говорит, нет, я по-западной, типа, методологии его воспитываю, я ребенка, типа, не ругаю, не наказываю. Я им ничего не запрещаю. А там парень встал и жувачку этой мамаши на лоб прилепил и сказал, а мне тоже родители ничего не запрещают. Вот как бы вот это все оно. То есть, если ты не можешь победить врага, воспитай его детей, воспитай его поколение будущее, подрастающее. И я могу сказать, что в мировой капиталистической закулисе получилось воспитать огромное количество озлобленных, умалишенных людей. То есть, уровень образования, он катастрофически упал. Не в плане там грамматики как-то правильно буквы писать. С этим обычно проблем ни у кого не возникает. А в мыслях что, ради чего ты существуешь, что ты вообще делаешь, каковы твои этические нормы, какие твой моральный уклад. А моральный уклад, повторение одних и тот же поступка, вот это и есть моральный уклад, он формирует как раз-таки субъективность человека. И нашу вот эту человеческую субъективность расчеловечили, уничтожили практически на нет. То есть, мечты Гитлера и Геббельса, они воплощены сейчас на территории Украины, России и так далее. То есть, бывший Советский Союз, он действительно получил то, что... Цена предательства, когда в 50-х годах все предали, за что сражались наши великие предки. Предали Сталина, потом и Ленина предали, как мы уже с вами знаем. И так далее. Дальше, феномен еще в чем? Михаил Задорнов, это тот человек, с которого я начал изучать теорию научного коммунизма. Вот, вот именно вот так, да. То есть, а где эта теория научного коммунизма у Задорнова проявлялась? Она проявлялась в так называемом его труде по вопросам языкознания. Да, вы не ошиблись, то есть, Йосип Васильевич Сталин написал труд такой, вопрос языкознания. И Задорнов, но в новой форме, в преображенном виде, задался вопросами про языка, откуда наши корни пошли. Ну, почему? Потому что, когда СССР развалился, огромное количество ЦРУ, представителей ЦРУ, этих посидевших Джеймсом Бондов и прочих, они начали изучать, а где же корни белой расы человеческой. Хотя это и в 19 веке происходило, и всякие институты, там, Карнеги, Уудро Уильсона, Бинхайма, там, у них свои частные закулисные институты есть. Они в этом направлении мыслили, там, Гарварда и прочее. И да, они пришли к выводу, что это где-то Алтай, Урал, что-то в этом роде. И если ЦРУ этим занимается, то почему бы нам бы этим не заниматься? Он, наверное, задался себе таким вопросом Задорнов. И он исследовал про язык. Он как-то приводил пример, что лет, там, еще, по-моему, когда Советский Союз был, он тогда журналистом работал. Он где-то ехал то ли по Сибири, то ли что, и какая-то местная женщина, она ему память заблокировала. Он там про веды интересовался, про ведичество и так далее, про православную дохристианскую веру, Русь, вот, древнюю, то есть, диалектическую Русь, я бы так знавал. То есть, когда пришло христианство массово на Русь, когда у нас утвердился монотеизм, у нас пропала диалектика, потому что диалектика при монотеизме невозможна. Ведь монотеизм, он как раз имеет в виду то, что у тебя есть некий абсолют, который не всесущий, не всеблаг, что самое смешное. И он не делится на видовые различия. Товарищ Бог в религиозной концепции, если говорить вот в этом ключе, то, что только монотеизм и все, он не может в себе размножиться. Это как? То есть, он является скудным на самом-то деле. Потому что, если у тебя нету различенности, значит, у тебя нету никакого единства. Значит, это невозможность. То есть, это ложь, грубо говоря. Это положено на ложе. И вот Задорнов там начал изучать все эти моменты. Потом ему, говорит, память заблокировали на лет 20. И потом он снова, спустя 20 лет или сколько-то там лет, вспомнил, что... Ой, а я что-то такое вспомнил. И начал изучать язык и праязык, изучать ведические там воззрения, изучать традиции славян и так далее. Ну и известно то, что тут у него есть фильм. Рюрик. Потерянная быль и там обретенная быль. Он хотел еще про Святославу сделать, но у него не получилось. То есть, там несколько миллионов просмотров, по-моему, этого фильма. И он на РЕН-ТВ на буржуазном канале крутился. Там, конечно, и набрано много чего на РЕН-ТВ. То есть, они так прыгают по этой теме, скачивают. Но, тем не менее. Не знаю, блокировали ему память или не блокировали. Ну, такое же, что в жизни иногда бывает. Человеку могут... И предел человеческих возможностей, его влияние на материю, я не знаю. Он пока что неизвестен. Так вот. Там вот он, копаясь в таких всех ведических зрениях, там Ксеневича тоже, критикуя и не критикуя, Трихлебов и так далее. Он там снимал фильмы, тоже там Игры богов. Вот это тоже с Хеневичем, Сергей Стрижак снял. Потом он снял Крым, Русское море. В общем, короче, тоже начал двигаться в сторону буржуазных воззрений. Ну, что ж поделать. Так вот. Там была община. Вот главная сущностная черта ведического воззрения, это общее дело. Все ради друг друга делается. И Задорнов на это указывал постоянно. Через сатиру, через юмор и так далее. Кстати, когда вот этот Клим Жуков с фашистом Гоблином сделали на него обзор, я немножко удивился их невежеством, потому что такую билиберду они там нагнали. Ну, видимо, у них там... Ну, понимаете, в чем дело? Задорнов, Сундаков и прочие, они... Ну, их называют альтернативщиками, хотя я так не считаю. Они подрывают современные устои, то есть современной историографии, истории и так далее. Это значит, что они подрывают денежную базу вот этих таких персонажей, как Клим Жуков. Ну, просто-напросто. Понимаете? А то они там, знаете, нам советская школа дала самое лучшее в мире образование. Я очень сомневаюсь, что позднесоветская школа, особенно 60-70-х годы, которая была полностью насквозь пропитана антисоветчиной, дала вам самое лучшее образование. Потому что 20-30-е годы по уровню производственных сил, производственных отношений, по уровню воспитания они разительно отличаются от всего того ужаса и того дебилизма и тупизма, который был в 60-70-е годы и в 80-е особенно по образованию людей. К тому же, что Рокфеллеру прилетать в СССР было в 68-м году, и в 69-м году почему-то внезапно началась химизация сельского хозяйства. До этого шельмовали Мичурина, Лысенко, шельмовали все, что только можно. И как раз таки задорно, он задавался вопросом, а давайте копать, что-то тут не так, что-то кажется нам врут. Ну и на закате, конечно, своей жизнью он там КПРФ пропагандировал так. Кстати, это было очень странно, да, вот вроде человек, ну, при смерти, по сути, находится, там его в немецкую больницу повезли, хотя там натуропат один предлагал свои услуги, там чуть ли выход был, ну, задорного был выбор, говорят, говорят, я не знаю, как, это уж прям такое что-то личное, ну и сути это сейчас не имеет. Его великий вклад в том, что он подорвал через юмор вот все то, что с нами делают, что план Даллеса не существует, говорят, да, но он почему-то выполняет. Понимаете? То есть он предугадал, грубо говоря, то, что фашизм придет к нам под видом масочки, то, что начнутся драки, начнутся гражданская война. Почему? Потому что, ну, если у тебя два тупорылых фронта, грубо говоря, два тупорылых существа, такие огромное количество этих тупых, а что они будут делать между собой? Они будут драться, а разумные будут живиться. То есть дурнее былося, а разумнее поживилось. То есть олигархи защищаются националистами по полной программе и дерутся между собой. Пожалуйста, посмотрите на это все на территорию Украины, России, до какой степени дебили на население и все в этом духе. И воля у людей тоже практически иссякла. Вот. Поэтому благодарность большая Михаилу Задорнову за его труд, я считаю, что это один из величайших представителей 21 века, благодаря которому, ну, многие молодые люди не встали на путь кровожадных убийц. Кровожадных убийц, хотя мы знаем, что капитализм это и есть система убийства социального, скрытого, когда убийство не похоже на убийство, когда убийцы все и никто. Я Энгельса чуть-чуть так процитировал из положения рабочего класса в Англии, 1945 год. И вот Задорнов он смог это раскрыть через юмористическую форму. Поэтому вечная ему память и большая благодарность. Ну, а благодарю всех за внимание. Сила пролетарской правде.